Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 287 из учебника математика 6 класс Веленкин-Джохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. С помощью транспортира разделите одну окружность на 6, а другую на 3 равные дуги. Итак, постройте многоугольники, изображенные на рисунке 14. У каждого из этих многоугольников равны стороны и равны углы. Такие многоугольники называются правильными. У него равны стороны и равны углы. Подумайте, является ли правильным многоугольником прямоугольник и квадрат. Итак, хорошо. Наш рисуночек. Вот он. Итак, я предлагаю просто взять сейчас, значит, что нам с помощью транспортира нужно вот разделить нашу окружность на 6 частей, а другую на 3 части. Итак, вот у нас есть наши окружности. Так, берем нашу первую окружность, это та, где будет у нас вписан наш, значит, вот этот шестиугольник, да. Так, то есть нам нужно разделить ее на 6 частей. 180 мы делим на 3. В транспортире у нас 180 градусов, да. Прилаживаем наш транспортир. Вот он у нас 180. И я делю на 3, потому что нам нужно на 6 разделить, то есть у нас должно быть 6 вот этих вот точечек. То есть 1, 2 у нас есть, еще будет 3, 4, 5, 6. Поэтому я не 360 беру на 6, а вот 180 и на 3. Получается 60 градусов, да. То есть каждый угол, здесь у нас вот так вот будет угол 60 градусов. Ну, смотрим. Итак, где у нас есть? У нас есть вот 60, да, отсюда мы будем брать. А если отсюда по нулю мы смотрим, то у нас вот 60. То есть проводим вот такие и ставим здесь точечки. И понятно, что если на этой стороне мы провели, то здесь нам не нужно уже транспортиром строить. То есть вот где пересекло, пересекла наша прямая, там мы и ставим наши точечки. Транспортир нам больше не нужен. Вот у нас есть уже наши точки. Теперь мы просто берем и последовательно их соединяем. И вот мы получили окружность, которую мы разделили на 6 частей и построили вот такой вот правильный многоугольник. Еще раз, правильный многоугольник. Это такой многоугольник, у которого равны стороны и равны углы. Так, отлично. Следующая окружность у нас и треугольничек. То есть нужно нам разделить, получается, на 3. Всего у нас окружность сколько градусов? 360. Ну, я предлагаю сразу разделить на 3, чтобы понимать вот эту окружность, как же нам поделить. Поскольку градусов. Делим на 3, получается 120. Так, берем опять наш транспортир и будем сейчас откладывать по 120 градусов. Взяли мы отсюда. Берем, например, 0. Смотрим по внутренней шкале. 120. Вот, мы не чертим полностью, потому что у нас здесь на 3 части только будет делиться. То есть мы ставим здесь вот точечку. Вот она, 120. 60. Это если бы мы брали с этой стороны. Мы берем с этой. Это нет на самом деле существенной разницы. Просто другой стороной будет построен этот треугольник. Если бы мы взяли в эту сторону, это тоже правильно. Просто треугольник будет развернут в другую сторону. Так, отлично. Построили мы первую, значит, эту точечку нашу мы поставили. Дальше у нас, смотрите, получается 120 мы делим на 2. Почему 120? Потому что, когда мы проведем вот здесь вот линию, да, третья точка у нас будет примерно где-то вот здесь посередине, да, и будет с 11, потому что все стороны равны и углы тоже равны. То есть у нас равносторонний треугольник. То есть посередине. А расстояние что сюда, что сюда будет одинаковым. Как и вот этого достичь? Нужно вот эту часть тоже разделить на 2 равные части. А у нас здесь, как мы видим, 120. Поэтому мы 120 разделили на 2, получили 60. То есть через 60 и центральную точку мы проводим прямую, чтобы получить вот эту вот третью нашу точку, да. То есть вот это нам не нужно. То есть это мы разделили, еще раз говорю, вот это напополам, вот эту часть, чтобы провести и найти вершину, которая будет здесь. Потому что и сюда, и сюда расстояние должно быть одинаковым. Оно достигается только при том, что вот здесь и вот здесь тоже будет одинаковое расстояние. Убираем транспортированный, нам больше не нужен. Три наши точечки есть. Соединяем их. Вот и получили мы такой вот замечательный треугольник. И в принципе на этом задание мы выполнили. Мы вписали наш шестиугольник и трехугольник в окружность. Итак, и последнее. Подумайте, является ли правильным многоугольником прямоугольник и квадрат. Ну давайте смотреть. Прямоугольник. Равны ли его стороны? Уже нет. Да, потому что одна сторона должна быть длиннее, другая короче. Тогда это прямоугольник. Значит, нет, не является. А квадрат, у него все стороны равны. Соответственно, у него все углы равны. Значит, он является правильным многоугольником. Вы можете это также записать у себя. Ну на этом все. Задание мы выполнили. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.